Фактически мы готовы. Хочу представить вам нашу группу, нашу команду. Тимур, наш копирайтер. Это он придумал для оригинальных представителей креативную концепцию. Гоша, наш новый арт-директор. И вы его можете знать по Каннскому ролику для туалетной бумаги. Сумасшедшая была идея. Лен? Коллеги, я хэппи с вами работать. Мы получили несколько фидбэк по фокус-группам и провели несколько дестоп-ресерджей в разных департаментах и готовы вас финально забрифовать. Да, мы тоже с нетерпением ждем. Давайте приступим. Мы провели несколько ревью внутри бренд-группы. Долго размышляли. И решили, что нам нужна big idea с вау-эффектом и геотаркетингом на местах продаж. Прошли времена, когда мы пушили наших консюмеров. Все-таки сейчас мы хотим стать более affordable и reachable. Лерочка, а кто у нас по брифу? Так, целевая аудитория у нас молодые женщины, 20-50 лет. Основное ядро аудитории 24-35. Давайте доведем верхнюю планку до 60 лет, чувствуя социальную ответственность. Понимаете, нам нужен outstanding look. Упаковка, которую мы пьем внимание не только на полке, но и в руках других покупателей, на земле и даже в мусорной корзине. Да, мы получили бриф и у нас уже есть вижен. Собственно, его мы хотим вам сегодня презентовать. Давайте начнем. Давайте. Сори, что опаздываю на митинг. Хотела еще раз проговорить консерв всей нашей брейн-группы. Нас беспокоит, что сейчас продукт представлен все-таки не во всех каналах коммуникации. И только не предлагайте, пожалуйста, в социальные сети опять. Мы проанализировали ситуацию на рынке. Не мне было объяснять, как насыщен сегодня сегмент здорового перекуса. Но решение есть, и оно перед вами. Точнее, под ногами. Представляем платформу ТБК, Trash Bean Communication. Это новый канал коммуникации, потенциал которого еще не раскрыт. Никто не задумывался о построении эффективного диалога в рамках мусорной корзины. А это место, к которому обращается основная доля нашей целевой аудитории. Ага. Ну, наша компания всегда стремится заглянуть за горизонт. В целом, я хэппи с этим предложением. Есть, правда, консерв по поводу экзекюшена. Потому что Trash Bean Communication мне, конечно, нравится даже, как это звучит. Но сможем ли мы контролировать выкладку упаковки нашего продукта в клаттере мусорной корзины? У меня там всегда такой месс. Credibility бренда может пострадать. Мы понимаем ваши опасения. Подготовили несколько бордов, в которых рассмотрели различные варианты выкладки нашего продукта. Это массовый праздник, когда потребитель промахивается мимо урны дома в мусорном ведре, в офисной корзине для бумаг. Урна на детской площадке, несанкционированная свалка на дачном участке. Лен, я сейчас вам могу выслать борды смс-кой? Будет не совсем точная цветопередача. Вот, центр тяжести упаковки будет свечен таким образом, что упаковка будет падать всегда надписью вверх, посылая прощальный привет. И тем самым побуждает повторной покупки. Тим, верно. Извините, что вас перебиваю. Но мой концерн в том, что в наши задачи входят не только лояльные покупатели, но и повышение верноса с гарантией трайла. И уже последующие приличные конвертации в лояльных покупателях. Мы предусмотрели первичный посев пустых бутылочек для достижения нужного уровня осведомленности. Есть резонный консерв. Не потеряется ли наш продукт на фоне мусора? Кстати, очень приятно называть конкурирующей брендом мусора. Ой, Лера, а что-то я не вижу в карте. Да-да, я тоже сейчас что-то со связью. Нас слышно, да? Звук идет, только не видно ничего. Да, давай, тогда я продолжу. Закон отдела стратегической аналитики изучил возможно обучение нашего упаковки. Конечно, мы можем проводить в курс только, но первое место показывает, что в курсовной корзине нам предправлено, когда достигающие широкатроны среднего и предправленного сегмента, качества, манго, упаковка нравственной коррекции, бельгинский мотоцепан. Наши права в цепи будут отличаться современными ленингами и безусловной предприятиями. Ну, это не убирает консервно, что мы отпугнем покупателей среднего ценового сегмента и не сгенерируем трайл. Нужна эффективная механика конвертации пробных покупок из мусорной корзины. Для этого мы постепенно планируем изменять упаковку. Начнем с промо-стикеров, в дальнейшем будем улучшать упаковку. Мы должны сделать ее уникальной, коллекционной, чтобы люди не только не выбрасывали наш продукт, но и доставали его обратно из бюстера, когда он случайно подойдет. Но если консюмеры перестанут выкидывать упаковку, мы можем лишиться эффективного канала коммуникации. Вот в этом мой консерв. Лен, я предлагаю обсудить кипя и новой упаковки. Давайте. Продолжение следует...